Оливковое масло Условия хранения у нас особые только в отношении фиников. Это должно быть именно холодильное хранение, то есть и доставка осуществляется в холодильниках, и также хранение здесь в холодильниках. Храниться это может до полутора лет, тогда это сохраняется весь вкус. Все это натуральные продукты, которые в собственном консерванте, который сахар содержится в финиках, позволяют храниться так долго. Что касается меда, то здесь никаких особых режимов хранения нет. Также и оливки, и оливковое масло. Все достаточно просто и привычно для нас. На данный момент в России нас еще нет. Мы очень хотим и цель нашего визита найти партнеров среди наших представителей сетей, чтобы привозить нашу продукцию и предлагать ее на нашем рынке в России. Первая выставка, первое наше участие, да, Санкт-Петербург. Спасибо, мы очень рады этому. Перевели около 15 переговоров, и в результате которых уже сегодня к нам начала приходить обратная связь. Мы очень рады этому, да. И также видим и интерес от наших клиентов, которые сюда приходят, гостей выставки. Всем нравится этот продукт, он удивляет, что для нас очень приятно. Я думаю, что первыми нашими шагами это все-таки участие как можно больше в выставках и поиск именно тех сетей, которые уже знакомы с импортом в первую очередь. Но также мы, понимая обратную связь от остальных сетей, которые хотят работать с российскими представительствами, уже начинаем продумывать возможность открытия российского представительства, чтобы работать как можно большим количеством сетей. В данном продукте здесь, наверное, весь акцент не на упаковку в нашем случае, а на уникальные вкусовые качества. Так как Ливия, она богата огромным количеством различных сортов фиников, на данный момент там произрастает около 400 различных сортов, а на продажу выводится около 90 сортов фиников, то здесь именно способность с помощью вот этого холодного хранения донести разные вкусовые качества, которые невозможно передать в сухом продукте, это и есть особенность нашего продукта. Что касается меда, то здесь, конечно, тоже дополнительными вкусовыми особенностями являются какие-то традиционные вещи, которые используются. То есть это дерево сидр, которое цветет и собирается мед с определенным вкусом. Это black seeds, это определенные семена, которые используются в производстве. Все это добавляет пикантности в вкус. Субтитры создавал DimaTorzok